я не случайно ждал этот ветер и стучу по микрофону тоже не просто так а чтобы показать что можно сделать такой запись если вы записывали звук без использования ветрозащиты меня зовут руслан гапиров и это быстрая идея по звуку погнали привет сегодня я расскажу о необычной программе для звука с одной стороны она нужна для реставрации аудио а с другой сам процесс работы похож на обработку фотографии и этот подход помогает творить со звуком особую магию просто нереальные вещи при этом не имея специальных знаний более того сегодня у каждого из вас есть шанс получить полную лицензионную копию этой программы спектр лет про 7 я объявляю розыгрыш внимательно смотрите до конца обо всем этом еще сегодня расскажу погнали основная фишка спектра леерсу возможности разделять звук на слои отсюда и название и это открывает гибкие возможности но об этом чуть позже пример видео мы уже посмотрели закидываем наш звук или сам видеофайл в программу слева инструменты справа разные меню а по центру спектрограммы звука как в других подобных редакторах тут левый канал правый канал так как это звук в стерео если вы не знаете что такое спектрограмма и как тут вообще что-то понять гляньте мой инстаграм я там уже выложил пару шпаргалок где на примерах простыми словами я все объяснил ну понять не некуда и дополнительно с этим видео вы сможете сами легко находить недочеты и улучшать свой звук и так первое что бросается в глаза в наши записи удары ветра сильно перебивающий голос слушаем я не случайно ждал этот ветер а чтобы показать что можно сделать я не случайно особенно в первой части вот с ними и попробуем кое-что сделать вообще есть несколько способов удалить фоновый шум например самый известный и широкоприменяемый и здесь он тоже есть когда сначала выбирается место без голоса и программе дают понять что считать шумом и затем из всего остального просто удаляется этот шум я не случайно ждал этот ветер и стучу по микрофону тоже не просто так тут еще есть режим voice denizer созданный именно для очистки голоса и выполняемый искусственным интеллектом испытаем настройки по умолчанию и слушаем я не случайно ждал этот ветер и стучу по микрофону тоже не просто так что школа звучит приятнее а с шумами улице он справился отлично но эти варианты плохо помогают от ветра и легко получить неприятные искажения вот как сейчас я говорю говорю и вы слышите что-то странное это я специально переборщил с настройками если что еще вариант я выбрал инструмент frequency range selection и прослушаю разные диапазоны ветер сильнее всего слышно в низких частотах поэтому мы можем либо эти частоты просто выделить и удалить а можно не удалить а вырезать его на отдельный слой делается это вот так edit cut special cut to new layer и можно этот новый слой либо отключить либо сделать тише я не случайно ждал этот ветер я не случайно ждал этот ветер и стучу по микрофону тоже не просто так можно это сделать обычным эквалайзером spectra layers поддерживает сторонние в ст3 плагины я открою например этот и подрежу низкие частоты но этими двумя способами мы вместе с ветром удаляем низкие частоты голоса из-за чего он становится очень тонким хотя в каких-то случаях это приемлемо я не случайно ждал этот ветер как я уже сказал spectra layers умеет разделять звук на слои и благодаря этой фишке появляется еще два специфичных варианта это разделить на стэм и и разделить звук на компоненты глянем второй вариант для начала и вот теперь весь звук складывается из слоев прям как фотошопе любой из них можно засолировать заглушить объединить с другим и экспортировать из проекта отдельно других слоев кстати вот в этом меню прописывается история действий можно всегда откатиться на прошлый шаг и так у нас тут есть тональные звуки имеющие ярко выраженную ноту здесь это голос в основном транзиенты это первоначальные всплески удары и щелчки и другие шумы цвет слоя и его громкость можно менять но в каждый слой попало немного голоса и хотя так можно подстроить баланс шумов более гибко и где-то это будет очень на руку тут опять же надо искать какой-то промежуточный вариант чтобы не было сильных искажений а чтобы показать что можно сделать такой запись и если вы записывали звук без использования ветрозащиты зачастую этот вариант полезен если нужно извлечь наоборот эмбиенс они яркие близкие звуки вот например вы записывали шум леса а близкие звуки птиц не нужны выбираем on mix components вот эта галочка дает команду программе сразу же сгладить пустоты в шуме откуда вырезаются другие звуки и теперь птиц которые попали в тональный слой и слои транзиентов можно просто выключить но в нашем случае давайте глянем другой вариант on mix stems это понять не музыкантам но простыми словами стемы это группа инструментов каком-нибудь треке то есть теперь искусственный интеллект программы будет считать будто у нас музыкальная дорожка и разделить ее на другие слой поставим чувствительность к голосу побольше вообще эта функция помогает музыканту извлечь голос из трека чтобы сделать минусовку или извлечь ударные чтобы как-то их поправить и так далее и вот у нас есть слой голоса я не случайно ждал этот ветер и стучу по микрофону тоже не просто так но звучит практически без искажений пианино и подобные ему звуки здесь вообще ничего не нашлось и я сразу удалю этот слой чтобы не отвлекал drums это слой с ударными инструментами сюда вырезались низкочастотные порывы в бейс тоже нечто подобное а здесь все остальное что не подходит ни к одной категории и у нас это в основном шум ветра и совсем чуть-чуть голос послушаем все что кроме голоса и в этих слоях голоса почти не осталось а теперь давайте все сравним я не случайно ждал этот ветер 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 на мой вкус она микс темпс в данном случае лучший вариант ветер уже не такой сильный и где-то это уже сгодится Но мне этого недостаточно, потому что то, что мы сейчас глянули, это лишь верхушка возможностей Мы же еще даже инструменты не посмотрели, которые опять же, будто для фоторедактора Но прежде чем мы продолжим, я объявляю розыгрыш при поддержке компании Steinberg, которая разработала эту программу И у вас есть реальный шанс получить бесплатно полную версию Spectralayers Pro 7 Все что нужно, это быть подписанным на этот канал, поставить лайк и написать комментарий о том, какая возможность и возможности этой программы вам понравились И как бы вы их использовали Я проведу розыгрыш с помощью рандома, все подробности и нюансы читайте в описании к этому видео на ютюбе Итак, инструменты Ну для начала есть разные варианты для выделения участков Выбор отрезка времени Частотного диапазона Есть фигуры Лассо Многоугольники А также кисть И волшебная палочка, которая реагирует только если есть частоты в этой области А еще можно удобно выбирать отдельные гармоники или группы гармоник, которые сами определяются и выстраиваются То же самое и для выбора транзиентов И конечно, эти инструменты можно по-разному совмещать, выбирая нужные области А также подстраивать под свои нужды Нажимая пробел и запускаю проигрывание, и слышно будет именно то, что выделено Из простых инструментов есть еще рука для перемещения по проекту Лупа для изменения масштаба И кстати, мы можем смотреть на график даже в 3D И это помогает увидеть глубину и динамику всех мельчайших призвуков Еще есть инструменты для измерения, маркировки фрагментов и прослушивания Есть ластик Им можно не просто стирать, но и делать отдельные участки чуть тише Размеры и интенсивность настраиваются Главное не забыть выбрать нужный слой, в котором вы все это делаете А это наоборот, усилитель частот, делает их громче А это инструмент для клонирования Выбираем участок, клонируем и вставляем Более того, есть инструмент для восстановления частот Можно вручную поправить звук, если где-то что-то оборвалось Я напомню, что мы имеем дело с программой для звука, а не для фотографии Так вот, мы можем буквально подрисовать звуки У нас есть карандаш и спрей Я не случайно ждал этот ветер Я не случайно ждал этот ветер И стучу по микрофону тоже не... А с помощью инструмента трансформ можно перемещать, сжимать, растягивать или менять высоту тона любого участка или частот И стучу по микрофону просто так И кто-то спрашивал про реверс инжиниринг Вот отличный вариант Смотрите на спектр, разбивайте на слои И так станет понятнее, как это можно воссоздать И творите У вас огромный набор инструментов для анализа Измерения, редактирования и даже рисования Но вернемся к проекту Меня интересует только голос Я вытащу его из папки, чтобы остальное не отвлекало И вот теперь я возьму и разобью наш голос на компоненты Тональные звуки Транзиенты голоса в перемешку с ударами ветра, которые мы очистим И шум Кстати, можно увеличить качество изображения и подстроить четкость Настроить минимальную и максимальную амплитуду звука Теперь гораздо лучше видно детали А тут есть специальный режим Composite View Чтобы все слои были показаны в одной цветовой схеме Так лучше видно конечный результат Тут есть варианты Мне особенно нравится этот И этот Напоминает режим зрения хищника из фильма И вы только посмотрите, какая неразбериха в низких частотах Вот где ветер врывается в голос Что я буду делать? Сначала я аккуратно буду выбирать кусочки уцелевших низких частот Переключая слои и внимательно слушая, где голос, а где удары Затем я инвертирую выбор То есть будет выбрано все, кроме нижних частот И выбрав ластик, я просто слегка почищу нижнюю часть Все, что вокруг частот голоса на каждом слое Теперь при желании можно подмешать первоначальный эмбенс Думаю, достаточно Чуть позже сравним, до и после Про какие функции Spectralayers еще стоит сказать? В программе есть DSR, то есть удаление слишком громкого свиста в буквах S Кстати, настройки везде простейшие, так как во всех процессах помогает искусственный интеллект Можно удалять клиппинг, то есть перегруз сигнала Есть удаление щелчков Гулы электросети Реверберации И вот на этом чуть приостановлюсь, поскольку был такой вопрос Например, есть такая запись Реверберация в подъезде Выбираю Reverb Reduction Analyze Белый график показывает поведение реверберации во времени То, как она затухает Красная линия – это порог Все, что ниже него, будет удалено Первые два параметра управляют порогом А это сила снижения реверберации Теперь, зная параметры, вам будет проще найти то положение При котором и реверберации меньше, и голос не искажается Вот так просто и лаконично Но эффективно На официальном сайте вы найдете еще больше информации А вообще, есть версии Pro и Elements У которых функционала поменьше И, что круто, можно пощупать Триал-версию на 30 дней Со всеми имеющимися возможностями Есть версии как для Windows, так и для Mac И я еще не сказал, что Spectralayers можно открыть Внутри других аудиоредакторов Благодаря технологии RAE 2 А в Cubase 11 вообще есть встроенная версия Spectralayers 1 Но там возможностей меньше даже, чем в Elements Такой вот инструмент Еще раз напомню, что вы можете получить полную, постоянную версию Spectralayers Pro 7 Подробнее я уже сказал чуть ранее А также читайте описание к этому видео на YouTube Если же вы смотрите это видео, а все мероприятие уже закончилось Будут еще и другие конкурсы, как тут на YouTube, так и отдельно в Instagram Поэтому подписывайтесь и на канал, и на мой аккаунт в Instagram, чтобы не пропустить Я рассказываю про звук, эффекты, самодизайн и особую магию Подписывайтесь, ставьте лайк и покажите другу Пока! Я не случайно ждал этот ветер И стучу по микрофону тоже не просто так А чтобы показать реальные примеры из реальной жизни Меня зовут Руслан Гапиров Всем сочного звука! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok До свидания!